Как прекрасны цветы! Это хрупкое абсолютное чудо! Кто-то из великих однажды сказал, цветы заменяют тысячу слов. Абсолютную правду о цветах знает и флорист-мастерской Мартагон Михаил Чудновец. Михаил Чудновец, дипломированный флорист, победитель национального конкурса флористов, участник ежегодного флаур-пати, город Киев, участник международного фестиваля флористики в Бельгии. В его чемоданчике, как в волшебном сундуке, есть все. Здесь встретились два мира – ремесло и искусство, холодные инструменты и ленты, банты, булавки. Флористика, как искусство, зародилась очень давно. Человеку всегда было присуще желание сохранить тонкую скользающую красоту живых цветов. Родиной свадебного букета считают Англию. Михаил, поделитесь с нашими зрителями секретами свадебной флористики. Первым секретом, наверное, является, на нашем пока месте принципиальным отличием, то, что мы никогда не говорим клиенту, что он получит в конце. Никогда не будет так, как у кого-то, никогда не будет так, как на картинке, которую мы хотим. Всегда будет немножко больше, немножко другого и индивидуального. То есть они все индивидуальны, так же, как и люди. Особенностью студии флористики «Мартагон» считается то, что в день свадьбы невеста получает не один, а три букета. Первый – тот, что она выбрала сама. Второй – это букет-дублер для свадебной традиции бросать букет. А третий – это тот букет, который сложился у флориста после знакомства и общения с невестой. Как правило, виновница торжества выбирает именно его. Ирина, какие флористические тренды актуальны в нынешнем весенне-летнем сезоне? Первый – это практически полный отказ от белого цвета. Белые цвета используются в гамме с оливковым, с пыльно-зеленым. То есть подчеркивается белый цвет, но в то же время он не является столь уже господствующим, как раньше. Также набирают популярность яркие, сочные цвета. Всемирный тренд в этом году – это марсал. В этом году популярны будут цветные свадьбы. Бернард Бербер в романе «Тайна богов» назвал флориста нитью, связывающей букет. Не я придумал цветы, их форму, цвет и запах. Моя наслуга только в том, что я собрал и составил букет, в котором цветы выглядят по-новому. Написал автор и был абсолютно прав. В Мартагон создание букета начинается задолго до того, как флорист начинает его собирать в единую композицию. Букет зарождается сначала в общении, идее, затем наступает момент сбора цветов и подбора элементов декора. И только после можно приступать к оформлению. Мы использовали очень много холодных оттенков серого, прохладных оттенков, чтобы подчеркнуть, что все-таки весенние оттенки, весенние цветы, они настоящие, они первые. Вы никогда не увидите весной красных цветов, первых первых цветов. Они весна белые, весна салатовые, бледно-лимонные, голубые, бледно-сиреневые, какие угодно, но не красные. Подчеркиваем мы это конкретно лентами, которые такие же стальные, холодные, прохладные, еще прохладный ветер, еще чистое, прохладное, прозрачное небо. Есть флористы следующий трендом, а есть те, кто их создает.